Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня уже Владимир Владимирович в своем докладе, лекции, рассказывал достаточно много о терапии остеопороза современной, в том числе о той, которая принимается в Украине. На сегодняшний день у нас достаточно руководств для назначения различных агиостеопородических препаратов. Вы видите и европейские, и американские рекомендации для лечения остеопороза, рекомендации по лечению глюкокортикоид индуцированного остеопороза и свежие рекомендации эндокринологов для лечения остеопороза. И во всех этих рекомендациях препаратом первой линии для лечения остеопороза является бисосонат. Это препараты с наиболее длительной историей и их действительно достаточно много. Широко они представлены на нашем рынке. И простые, и азотсодержащие бисфосценаты. Такое деление принципиальное, потому что от этого зависит и механизм действия препарата. Потому что если первые препараты действуют на пактоз, остеокластов, то вторая группа азотсодержащих препаратов имеет более широкие механизмы действия, в том числе и через ферментативную систему остеокластов. Уже говорили о линейке бисфосценатов, о их активности. И безусловно это определяет их терапевтическое действие. На сегодняшний день расшифрованы механизмы действия бисфосценатов костной ткани InViva и InVitra. И основными показаниями к назначению препарата в этой группе являются постменопаузальный остеопороз, остеопороз у мужчин и глюкокортикоид индуцированный остеопороз. На Украине у нас есть бисфосценаты, представленные в различных формах. Это различные пероральные и парентеральные формы. Одной из форм, которая представлена и в пероральном, и в парентеральном виде, это безусловно есть и бандроновая кислота. Если мы говорим о долговременной терапии остеопороза, которая является сложной задачей, в силу того, что остеопороз является немым заболеванием, безновной эпидемией, последствия которой возрастают во времени. Три основных пункта, на которых должно быть обращено внимание. Первое – эффективность. Второе – безопасность. И безусловно высокая приверженность к терапии для получения долговременного результата. Если мы говорим о бисфосфонатах, то на сегодняшний день у нас есть хорошая доказательная база в отношении эффективности препарата в этой группе. В отношении олендроната данные рандомизированных исследований показывают о десятилетней его эффективности. Это пероральный бисфосфонат. И если мы говорим о парентеральных формах бисфосфоната, то представители золендроновой кислоты, вы видите, что на сегодняшний день есть данные относительно девятилетней эффективности этих препаратов. Однако вот такие метаанализы, которые часто появляются в публикациях, которые сравнивают эффективность различных бисфосфонатов, не позволяют практическому врачу более четко определить, какой же из препаратов выбрать конкретному больному. Потому что, безусловно, эффективность парентеральных бисфосфонатов нельзя сравнивать, например, с эффективностью пероральных бисфосфонатов. И первое исследование в отношении пероральных бисфосфонатов – это исследование ТРИО, в котором была произведена оценка эффективности трех основных бисфосфонатов – это олендроната, рессендроната и бандроната, и где была показана сравнительная эффективность олендроната и бандроновой кислоты. и несколько худшие результаты в отношении резиндроновой кислоты. Если мы говорим о пероральном или внутривенном введении бисфосфонатов, возникает вопрос, какое же введение является лучшим. Однако эти данные возможны только относительно ибандроновой кислоты, которая имеет две формы такого введения. И в проведенных рандомизированных исследованиях было показано, что эффективность 150 мг ежемесячно пероральной ибандроновой кислоты, они по эффективности соизмеримы с внутривенным введением такой же формы 3 мг внутривенно. Второй очень важный момент, это безусловно безопасность препарата. Мы все хорошо знаем, что побочные эффекты, они разнятся в отношении или это пероральные, или парентеральные формы. И от этого зависит их выбор у конкретного пациента с сопутствующей патологией, которая есть, и для того, чтобы оптимизировать и минимизировать все риски. И среди пероральных бисфосфонатов наиболее часто побочными эффектами являются гастроинтестинальные проявления, а у парентеральных бисфосфонатов, безусловно, это на первом месте различные гриппоподобные явления. Ну и так званными тяжелыми побочными эффектами являются остальные хруст челюстью и атипичные переломы бедра. Много уже изучено в отношении атипичных переломов бедренной кости и показано, что польза от назначения бисфосфонатов все-таки является больше, чем тот риск атипичных переломов. И на сегодняшний день, особенно в последних рекомендациях Международного общества по клинической денситометрии, появились четкие рекомендации при проведении денситометрии, на что обращать внимание у пациентов, у которых может быть подозрение на атипичный перелом бедренной кости. Ну и естественно, если бисфосфонаты назначаются длительно, через 3, 5, 10 лет назначения, то безусловно нужно соизмерять риски и пользу от их приема и думать о возможных каникулах в назначении этих препаратов. Вторая, наиболее частая такая побочная реакция, тяжелая, это острый негроз челюсти. Однако также показано, что риск этого побочного эффекта не очень большой, он больше у пациентов с онкозаболеванием, у пациентов с устаопорозом. Назначение бисфосфонатов, как уже говорила Элма Владимировна, должно быть взвешено, переоценено и все-таки может быть назначено, если действительно в этом есть необходимость, но с обязательным контролем состояния челюстного аппарата. И на сегодняшний день международными ассоциациями, это хирургов, ортодонтов, стоматологов говорится, что пациент перед тем, как начинает лечение бисфосфонатами, он безусловно должен быть проинформирован о потенциальных рисках, но безусловно необходимо подчеркивать важность оптимизации здоровья зубной ротовой полости в течение всего периода назначения этих препаратов. В последнее время снова же появилась информация, что бисфосфонаты могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако последние проведенные метаанализы не подтвердили этих данных. И еще одна проблема, которая поднималась, это возможное отрицательное влияние бисфосфонатов в увеличении риска онкологических заболеваний желудочно-тишечного тракта, в частности пищевода. Но последний проведенный метаанализ, вы видите, также не подтвердил таких отрицательных эффектов. Третий обязательный компонент эффективного лечения нашего пациента с устаопорозом, это хорошая приверженность к той терапии, которая назначается. Потому что эта проблема является чрезвычайно важной при лечении устаопороза, потому что многочисленные исследования показывают, что, к сожалению, приверженность к терапии падает в течение всего периода назначения. Поэтому очень важно эту приверженность контролировать и подтверждать. Потому что иногда пациенты рассказывают, что они принимают, особенно если речь идет о пероральных бисфосфонатах. А на самом деле эта приверженность является низкой. И в данном случае использование биохимических маркеров костного ремоделирования очень помогает врачу определить, действительно ли пациент принимает эти препараты. Но на сегодняшний день во многочисленных исследованиях, в том числе, показано, что низкая приверженность к той терапии устаопороза, которая назначается, она приводит к ухудшению эффективности лечения и снижению ожидаемого результата. На сегодняшний день среди причин прекращения антиостеопороза лечения, вы видите, она представлена на данном слайде, есть и неудобства, частота приема, и то, что нужно находиться в вертикальном положении, принимать препараты натощак, все это ограничивает прием бисфосфонатов, поэтому их более редкий прием является предпочтительным, когда мы говорим о сохранении приверженности пациентов к терапии. И исследования в отношении приверженности при приеме бисфосфонатов к терапии, их достаточно много уже проводилось, в отношении различных бисфосфонатов, в частности, в отношении, например, ежемесячного и еженедельного приема бисфосфонатов, Это сравнительное исследование БАЛТА-1 и БАЛТА-2, где было показано, что более редкий прием бисфосонатов, конечно же, повышает предпочтение пациентов и удобство, что, естественно, будет влиять на эффективность данной терапии. Еще одно 6-месячное исследование БАРСИСТ, которое тоже в сравнении БАДРОНАТА-ЛЕАДРОНАТА, было показано, что более редкие режимы терапии приводят к увеличению приверженности пациентов к назначаемому лечению. Я хотела обратить Ваше внимание еще на два интересных исследования. Это приор и карант. Это исследования у пациентов, которые прекратили прием пероральных бисфосонатов в связи с побочными эффектами. И были переведены на другие бисфосонаты, в частности на ибандроновую кислоту с более редким приемом. И Вы видите, в каком проценте пациентов было отмечено улучшение переносимости, улучшение побочных эффектов и улучшение комплоентности к назначенному лечению. На сегодняшний день, если мы говорим о такой форме, как ибандроновая кислота, то у нас есть хорошая доказательная база в отношении как постменопаузального остеопороза, так и не постменопаузального, в отношении пероральной и парентеральной формы назначения этого препарата. У нас в клинике уже больше 10 лет мы используем препарат ибандроновой кислоты Банвива. Я бы хотела показать Вам результаты исследований, которые мы, может быть, забыли. Но они были опубликованы, Владислав Владимирович, еще в 2010 году в журнале «Здоровье женщины», где было показано, что женщин, принимающие ежемесячно пероральный препарат Банвива, достоверно улучшались показатели минеральной плотности костной ткани, как на уровне поясничного отдела позвоночника, так и на уровне бедренной кости. И снижалась выраженность болевого синдрома в позвоночнике. Поэтому, безусловно, если мы говорим о долговременной терапии остеопороза, то выбор должен быть совместным, выбор врача совместно с пациентом. Однако комплексная оценка приверженности к терапии, учета соматической патологии, возможных побочных действий позволит выбрать правильный препарат. Поэтому я хотела бы закончить словами Антония Кимпийского, который говорит, что в медицине самым главным лекарством является врач. И правильный выбор препарата во многом предопределяет эффективность терапии. Спасибо большое.